Всем привет! Microsoft выпускает у нас новое обновление Insider Preview версия 25.217 В последнее время Microsoft зачастили с выпуском обновлений Постоянно делают что-то новое, фиксят старые проблемы С предыдущими обновлениями, которые у нас были Ну и соответственно за этот месяц уже очередное обновление Сейчас посмотрим, что в нем нового Итак, эта версия обновления доступна у нас на канале Dev Предварительной оценки Windows для любителей Windows Insider То есть для более подкованных пользователей Из нового здесь у нас появляется возможность разработчикам Приступить к созданию сторонних виджетов Одно из новшеств, которое представляет это обновление Это то, что теперь разработчики могут приступить к созданию сторонних виджетов Microsoft официально объявила о поддержке виджетов сторонних разработчиков В рамках выпуска Windows App CDK Получается, что Microsoft плотно взялась за панель виджетов И постоянно вносит что-то новое Но, как я говорил в предыдущих видео Это у нас касается не всех пользователей А лишь узкого круга лиц Поэтому на панели виджетов у нас до сих пор из нововведений ничего не присутствует Однако, Microsoft старательно пытается что-то внедрить И в ближайших версиях, возможно официальных уже Будут доступны все эти функции Но наша с вами задача лишь посмотреть Что для нас делается со стороны Microsoft Что касается разработки виджетов Это означает, что многие разработчики смогут для нас сделать огромное количество виджетов Различных от различного издателя Если говорить подробнее, то разработчики с упакованными приложениями Win32 Смогут создавать и тестировать виджеты сторонних разработчиков локально Если их компьютер работает в режиме разработчика в разделе Параметры, конфиденциальность и защита для разработчиков Также поддержка сторонних PVA виджетов появится в будущем выпуске Microsoft Edge Следующее нововведение, которое в принципе мало коснется русскоязычных пользователей Но все же, это облачные подсказки в китайском упрощенном методе ввода IMEI В новой сборке внесены некоторые изменения, которые позволят вам легко набирать новые актуальные и популярные слова На упрощенном китайском языке Следующее нововведение, которое также мало касается русскоязычных пользователей Это выпуск клавиатуры для тамильского языка Следующее улучшение, это видеозвонки в приложении Chat Теперь приложение Chat на базе Microsoft Teams будет предлагать интуитивно понятный и удобный способ создания видеоконференции С любым пользователем в мире Если открыть приложение Chat на панели задач В верхней части окна вы увидите изображение со своей веб-камеры А также список способов для создания видеоконференции Что делает, в принципе, вашу коммуникацию проще Также был обновлен магазин Microsoft Store Microsoft начала развертывание нового обновления Microsoft Store версии 22.209 Которая включает в себя следующее улучшение При поиске игры в Microsoft Store теперь будет наглядно показано, что она доступна по подписке JamPass На странице подробностей об игре обновлен дизайн кнопок А также добавлен раздел с информацией о преимуществах подписки Полная стоимость игры тоже присутствует Из потерянного функционала Microsoft отключила новую настройку сенсорной клавиатуры Которая была представлена в сборке 25.188 Разработчики планируют вернуть ее после доработки дизайна В этой сборке, как и во многих предыдущих, было множество исправлений и устранение багов Полный список всех исправлений я оставлю по ссылочке в описании Можете изучить О том, как установить последнее обновление на ваш компьютер, если вы находитесь в России, я говорил в предыдущих роликах А также о том, если ваш компьютер вдруг не поддерживает вовсе Windows 11 и соответственно предварительную оценку Windows То способ обхода есть Ссылочка будет в описании на ролик, посмотрите и можете воспользоваться им Также хочу дополнительно сказать, что Microsoft анонсировала крупное обновление безопасности для Windows 10 и 11 10 октября То есть множество уязвимостей, которые были обнаружены, будут устранены Так что если хотите пользоваться безопасно своими компьютерами, то обязательно установите их Что касается объективности по поводу всех этих обновлений Для русскоязычных пользователей, по сути, здесь у нас ничего нет Из нового введения таких визуально заметных Чтобы мы не читали, чтобы мы не смотрели, то в принципе изменения минимальны И касаются только определенных минимальных значений Улучшений, исправлений, визуально здесь остается все по-прежнему Ну а на этом все, всем всего хорошего, всего доброго